Рассмотрим пульт Unicosk настольный. На главной странице мы видим информацию о мероприятии и о нашем делегате, кто сидит на данном месте. На странице обсуждения мы можем на весь экран увидеть видео, которое послано на этом. Можем увидеть его не во весь экран. Мы видим, что у нас три канала. Один это камера у нас, второй это видео через видеоинс нашего ноутбука и третий это говорящая голова, так называемый канал. Когда мы включаем пульт, у которого есть камера, мы видим человека, который сейчас говорит. Также слева мы видим список выступающих в данный момент, и поскольку у нас пульт председательский, мы можем сделать мьют на их микрофон. Следующий пункт — это повестка дня. Здесь мы можем активировать повестку дня, ходить, смотреть пункты, смотреть голосование, запускать какие-то голосования. Следующий пункт — пункт делегаты. Здесь мы видим список всех делегатов. Также мы можем посмотреть отдельно как фильтр присутствующих и отсутствующих. Вкладка голосования у нас сейчас запущено голосование. Мы можем проголосовать на разных пультах и увидим разные результаты. Также мы можем с пульта его остановить. И тогда у нас на экране будут результаты голосования. На вкладке «Документы» отображаются заранее подгруженные файлы с документами. Мы можем выдать конкретную страницу конкретного документа всем и сделать ее, например, на полный экран. И запретить, например, уходить с этой страницы. То есть тогда делегат не сможет никуда перейти с этого документа. Пульты могут обмениваться сообщениями друг с другом мультимедийные. Также они могут получать сообщения от оператора. Службы — это заранее тоже подготовленные службы. Когда мы вызываем какую-то службу, у оператора появляется значок, что данному человеку что-то нужно. Также есть пункт «Настройки», где мы можем выбрать язык интерфейса самого пульта и раскладку клавиатуры. На всех страницах у нас в нижнем левом углу доступен выбор размера шрифта. Мы можем менять громкость наушников. Мы можем выбирать каналы перевода и председательские кнопки, соответственно, у нас есть. Следующая вкладка у нас — это интерком, внутренняя связь. Здесь мы можем выбрать... Выбираем, например, какое-то место и вызываем. Можем завершить. Сделаем вызов на другой пульт. Вызываем. У нас начался вызов на наш флекс. Отвечаем. Наши индикаторы микрофонов стали голубыми на пультах и также синими в интерфейсе оператора. То есть оператор видит, что эти пульты общаются друг с другом. Продолжение следует...